Кто пишет, кто пенет, дед с едой, поводой, а наш гость дорогой, а нам елочка идет, с нами песни поет. Разучивая стишок для Деда Мороза, маленький житель Самары Андрей Полубояров мечтал о радиоуправляемой машинке. Сегодня его желание наконец осуществилось, как и желание Светы Агашковой. Подарок девочка попросила необычный, поставив перед главным новогодним волшебником непростую задачу. А Дедушке Морозу ей передали сертификат в зоомагазин, по которому Света сможет приобрести говорящего попугая. Совсем скоро она обретет нового друга. Чтобы я ее научила разговаривать, потом она разговаривала со мной, когда я одна дома. Транспортное предприятие Самары, в том числе трамвайно-троллейбусное управление, Самарский метрополитен, а также Самара Автогаз, елку желаний провели впервые. Письма Деду Морозу были переданы через профсоюзную организацию работников жизнеобеспечения. Сегодня у новогодней елки, которая полна открытых самыми разными пожеланиями, собрались дети сотрудников транспортных предприятий, профсоюзов, ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и дети из семи мобилизованных граждан. Пожелания самые разные, от нарядных платьев и игрушек до книг и развивающих игр. При этом к каждому желанию от ребенка неизменно прилагались самые искренние просьбы к волшебнику. Для каждого человека Новый год – это ожидание лучшего, ожидание хорошего, ожидание надежд, которые сбудутся в следующем году, и мы очень трепетно к нему относимся. Подобную акцию транспортные предприятия планируют сделать традиционной и исполнять желания маленьких самарцев ежегодно. Ольга Павлова, Максим Гусев, События.